здравствуйте бликуем да не получится из меня профессор таня уж так хотела я мадам мадамистой посидеть сегодня ну ладно буду менее красивой но не менее обаятельный приветствую всех тех особенно всех тех кто говорит тань как нам нравится видео где показывать процессы процессом рассказывать иначе что пошло что не пошло что поехала что пешком потопталась и что вы будете распускать чтобы быть дождались кто-то спросит они еще вчера значит в этом одно показывали сегодня другое между крайним видео и нынешним прошло несколько дней когда я не снимала я вязала 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 распускал думаю что я распускаю не показываю зрителю да вот сегодня потрясем вязание все как вы любите но некоторые любят я стараюсь угодить всем абсолютно на обложке я сижу желтым моточком бархатного хлопка и сказала что буду шуршать не буду вот с такой пряжей я тяжу и видите уже два уже два мотка куда-то делась а куда делась естественного изделия очень така молодец пледа меня не отпускают все думаю вот жара пройдет буду возвращаться возвращаю сейчас вы увидите возвращаясь к старым процессом просто пледы вязать хочется и давно у меня была мысль соединить мой любимый рисуночек с жгутиками я все это проделала честно говоря мне хочется еще и в звездочку три из трех тоже суда же но будет перебор звездочку где-то я может быть другом пледике еще сделаю вот всем известный рисуночек вот всем известный известный жгутики называю два жгутика рядом у меня было бы колоссов тоже распускала потому что рисунок то он такой поджался мне не нужен очень большой плед и я за счет тут уж я ничего не делала в дорожках где квадратики этим квадратиками были связано очень много пледов летом а вот в жгутики да я все-таки 6 превратила в 5 не стал в 4 иначе этот жгутик на фоне квадратика стал бы пропадать но может быть тоже красиво было я не знаю просто мне хотелось чтобы они как-то были на равных и это полотно я буду немножечко отпаривать потому что пока не растянешь а полотно смотрится не сейчас он все равно тянется она не видно рисунка я парю полотно очень редко но тем не менее здесь я буду парить и я приготовила 4 мотка вот вторую идет к завершению и 2 еще на готове сейчас упадут почему не в корзиночке танец все в корзиночке я это самое но не исключено что сегодня там на какое-то время отъеду и чтобы все было под рукой зачем-то 2 мотка положил так значит плед он растет он мне нравится все потихонечку полегонечку вот уже не половина почти половина моток упал а я прерываться не хочу вот и может быть в этот раз свяжу кофточку детскую ну гарнитурчик хочется но вряд ли у меня уже идея для другого плена почти что творится в общем процесс номера раз сегодня я буду рассуждать слух что буду продвигать что буду распускать не не джелонг сейчас кто-то за сердце схватиться джелонг ну я найду что распустить поверьте защита этот обязательно буду продолжать кроме того немножечко отпарю сделаю я его все-таки наверное не квадратники слегка прямоугольство 24 матка на что уйдет на то уйдет то что это значит останется еще на один плед где будут загадывать что скажу плед завтра свяжу майку я запросто в общем то это буквально за два дня за четыре присеста да я по вечерам вязала ну потому что спицы номер четыре хочу еще раз покаяться перед майнфол девочки я неправильно называю минфолд майнфолд исправляюсь вообще такая исправдучая стала это самое недооценила я их недооценила мне показалось очень это мне подарила когда эльвира а вот эльвир не надо дарить разные лески в один день на рождество взяла подарил спицы которые я в одни я сразу влюбилась единорожки здесь вот этот вот розенькой там у единорожек леска муж тросик леска я них совершенно не разбираюсь простите меня но майнфолд я запомнил была какая-то грубенькая на фоне единорожек и спицы там скользили единственную кончик был не было есть тупенький у единорожек кому не нравится лучше надо а здесь остренький кончик-то мне здесь лучше понравился но спицы я единорожка что можно было вязать на четверки с половиной я и за четверка я отложила дарю на коню зубы не смотрит но я поняла что среди всех тех спиц как у меня набор рабочая лошадка дропс не про много я поняла что он как-то не ну не знаю а потом как я взяла я не знаю жилеточку свою с горлышком я вязала вот на и мне лучше всего пошло и теперь когда я вижу что спицы номер четыре нужно она это пряж три с половиной четыре образец вязала три с половиной и кофточку если я буду вязать а может быть респонд 375 во всяком случае резиночки точно начну а пледы я как-то на малинчика допускаю больше номер и сама мысль о том что мне нужно взять на четверки а четверка меня mindful и я и остренький я думаю не пойдет потому что здесь очень много но у меня есть отдельный ролик на бархатный хлопок и там я говорю что ниточки расслаиваться очень легко я прям ждала это думаю ну извините майнфолдки мои дорогие если не пойдет то я заменю вас на какие-то тупеньки а какие тупеньки не кроме единорожных тупеньки вот и нет нет как ни странно я еще пока может быть со слепу не вижу ни одну ниточку не потеряла вот это прикладываю чтобы увидеть как муж может не плед может платье так и значит в этот раз я вывожу соединение моточков именно никуда-то я обычно вот в лицевые дорожки вывожу прячу потому что здесь точно будет обвязочка и там где были только квадратики я не допускала вот такие вот квадратики каких-то там как это называется в тувер с крючком кофе идите налейте себе куда-нибудь сходите на 5 секунд веерочки что ли здесь они спокойно допускаются потому что вот эти вот уже значит жгустики как бы поддерживать у меня если я как-то не леплю чего-то к чему-то кто-то спокойно и к этому рисунку здесь квадратики здесь по кружочке геометрия у меня ну никак максимум что только вот свои тракан у каждого да здесь я уже допускаю но веерочки я здесь не хочу а вот рачий шаг попробую поэтому обвязка здесь будет в любом случае хотя бы один рядочек столбик столбиком без накида поэтому я смело вывожу в защита кончики бог здесь и даже думать не думал ты как пряжа хватит не хватит здесь хватит в общем продолжаю процесс номер раз вы записываете записывать давайте я шуршать уберу потому что вот такой рисуночек вот такой рисуночек тоже хотела ввести в плед но это уже перебор у меня не получилось кто-то может быть где то как-то вот надо как-то в другом что ли пледешь больно он хорошо смотрится вот эти вот три провязываешь вместе не снимая со спицы делаешь накид и еще раз снимаешь вместе то снежинки то звездочки так едем дальше по стареньким это тот новенький который обещала в прошлом видео как я могла с него не начать прошу фанфары студию и аплодисменты потому что я не верю что я это сделала не прошло и месяца я соединила своем кардигане три верблюда детали слышу аплодисменты прям купаюсь в них девочки кто вяжет деталями вы когда мне папу почаще мне пишите пожалуйста а я люблю вязать деталями соединять это такой релакт я прям читаю и думаю ну вот кто то смог а я смогу кто-то смог а я смогу я прям такая ненавижу там сверху да кто то а я вот люблю сверху чтобы какие же мы разные как здорово но я прям взялась за какой-то комментарий девочка мне написал а я люблю соединять детали вижу только деталями прям стараюсь довязать и в этот же день начинаю соединять я прямо раз 15 прочитала этот комментарий так вот знаете на какую-то секунду в себя его вберу раз так один шов пройдет у меня у опять этот комментарий читаю 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 второй шов у меня пройдет думаю надо начитаться еще на плечи в общем в общем вот казалось бы сейчас все отложи вижу это как думала кардиган но это так было бы если бы это было цельное полотно надо же понаслаждаться потом будут только носить и наслаждаться а там все у нас погода такая 10 порой градусов ночью 14 17 днем и вот с голубыми джинсами с моей белой обувочки здесь пусть белая бы торчала футболочка вам представляете джинсы голубые белая футболочка белая обувь и чап-чапой осталось-то рукава и планку в общем я почитаю ваши комментарии девочки кто любит вязать планки отзовитесь пожалуйста прям напишите мне я люблю даже если вы собрете вот вы собрете ради благого дела напишите мне я люблю вязать планки я вижу планки прям как песню пою что иногда стягивается ну и что иногда петель не то количество я распускаю и опять вижу чем сейчас это надо вот но рукава не знаю я рукава буду вязать после хочу полосатые хотела значит один однотонный другой полосатый как и полочку одну однотонную одну полосатую но мои полоски они состояли из четырех рядовчиков 4 дочка 4 дочка 4 дочка 4 дочка а я же теперь эти вытачки вписываю будь они не ладно откуда они вообще взялись на мою голову и когда я от них отнекивалась отнекивалась как не крути лучше с вытачками сидит изделие вот я их не вписываю когда вижу гармошки вот эти свои круглые кокетки хейварды я же вижу вот такие вот отсюда начинается вот здесь вот заканчивается вот жилет сейчас надо не дойдем там не будет вытачек как бы я их не полюбила а здесь я немножко тоже вот продукт стал подскакивать меня спина я говорю везде никогда не замечал наверное я грабелем становлюсь это возраст но мне стало подскакивать спина и на спине волей-неволей мне надо выбирать или рассыпать по всей спине немножечко дополнительных рядов не до не касаясь края правил не знаю еще не вникал может до этого дайду годом к 80 я не знаю но пока вот так просто лишние рядочки можно просто сделать все вязать вязать полотном да и как-то вот это закромыслить спинку вполне я пробую разные варианты но сейчас не учу с учением не выхожу это просто надо читать тех девчонок и вникать в видео хорошо что их много всех девчонок который понимает о чем говорят для кого расчет это просто но вот такие есть поэтому нужно в битом допустим как рассчитайте вытачку какие бывают вытачки как связать вытачку да вы это очень много блогер и вы даже по первым нотам ага вот этот блогер я дослушаю вот это в игре я не дослушаю вот это я не понимаю чем говорит а тут прямо как будто и сам на лавочке говорит тут надо искать и казалось бы говорят начался спины но я стал уже растворять эти вытачки что же спине растворю да она перестанет подскакивать а здесь вроде как надо но у меня здесь не подскакивает там подожди ты годам 90 тут будут подскакивать тоже сейчас себя приучай к этому поэтому растворяя вытачки и на спине и здесь но дополнительно рядами такие рассеянные вытачки можете их неправильно называю я не знаю мне очень трудно вписать их в полоски и поэтому я сломаю вот эти четыре ряда одного четыре от другого под предлогом того и не захотел я полосатую полочку но я же перед вами честно значит я пока у меня не хватает полоски эту вытачку меня в партизанить я значит однотонные связала а рукава или оба или один будут у меня конечно же полосатые пока не решила как долго я раз но я я не верю я не верю что я смогла соединить детали можно теперь я померила у меня и небольшой и не маленький вот ну то что нужно в общем я могла думать три часа а соединять детали вот таким цветом или все-таки уже главным так как мне вот этих ниточек побольше эти синеньких тоже хватит вам меньше всего у меня светленьких ну пряжа старта какие были старты июня и старты июля старты июля помнит не так уж он долго и лежит у меня вот пряжа очаровательная леночка орлова мне подарила это вязать и наслаждаться цвета сочетаются очень красиво мне зрительница сказала я просто говорю этот цвет верблюда для доньких рассказывала вот это голубой какой-то бежевые а зрительница писала что с твоими глазками видела верблюда всех вот этих цветов что они тоже есть серголубые есть светленькие есть темненькие ну и вот вот и название обязательно его свяжу по-хорошему сейчас чтобы вот осенью до сентября начало октября насладиться но давно уже не вижу через надо как она пойдет так и пойдет и с извинениями с кучей извинений значит я вернулась к своему процессу джелонгу и так как у меня не день без рядочка причем под рядочком я понимаю лицевой изнаночный тоже два считай да несколько я вот в жару пол август на руки не брала и несмотря на то что я сейчас вижу очень интенсивно действительно я стараюсь по три по четыре рядочка у меня продвижение больших нет я сейчас по-прежнему нахожусь на втором этапе я себе эти этапы нарисовала для новеньких показываю что я вижу на двойке неправильная установка я вижу на двойке вы представляете какое-то будет полотно тончайшие ниточки я действительно прекрасно понимаю что это спицы уже не для моих глаз тем более темненький вот придет зима это вообще я сейчас то начинаю когда удела все переделаю и у меня начинается час вязания я именно начинаю с этого процесса пока еще светло пока еще в резиденции на балконе можно сидеть там дневной свет лучше и я свои эти рядочки прогоню если у меня что-то прям вот горела кипела сейчас я что-то тут застряла какому-то определенному дню я бы конечно все отложила вязала только его но я боюсь я бы наелась вязанием и перестала ничто мне не мешало подсоединить что-то к джелонгу и вязать или в две нитки например да но вот предвкушение именно изделий из тонкого полотна мне кажется я буду все меньше меньше вязать как-то из-за глазок хотя кто знает может во вкус войду и медленно ты мне фоновый процесс прекрасно понимаю что к осени я его не свяжу так я распутала могу показать значит это очень широченное будет изделие очень широченное так вы видите прямо чуть ли не отсюда чуть ли не сюда на плечах прибавляла петли пока не прошло объем груди плюс очень хорошая свобода облегания мне нужна накидка без застежки она будет широченной горловины мне прямо не дает вот так вот нет это вот опять же горитом неважно юбка неважно джинсы футболка либо до лазка ли блузка ли какая опс такая накрывашка обожаю такие вещи и первый этап это был как раз эти плечи и связать они огромные они очень большие и теперь мне нужно вязать отдельно спинку полочки пока в отпуске и потом полочки сантиметров 20 будет смотрят надо вязать и у меня мне кажется еще 10 нет прибавляется очень долго ну и что тут практически не прибавлялась вот значит и свяжу спинку потом вернусь к полочкам свяжу полочки и у меня начнется третий этап когда я соединю и буду гнать полотно опять поворот туда туда сюда сюда до разрезов разреза у меня будут это начнется четвертый этап в общем-то какой-то поменьше какой-то побольше но их нужно все пройти и я опять за него взялась несмотря на то что продвижение нет ну то не показывайте я даже маркер не ставлю я поставила маркер быть который говорит о том что ну как сказать где начало положено вязанию его я поставила а уже вот тут сейчас поставить марки чтобы на следующий вообще мне кажется когда я свяжу спинку надо будет показать его атаку спинку смысле пройму пройму на спине факт то что я вернулась я вернулась этот процесс испытывает меня на прочность но я нет нет возьму образецчик-то потрогаю шикарное полотно просто шикарно действительно сравнимо с кашемиром и пусть будет я его свяжу я его свяжу у меня впереди еще осень впереди зима впереди весна если там будет сгорки может быть только следующий осени я его что ну и что это же прекрасно вот ну значит едем дальше едем дальше и я хочу вам показать свой начало нового процесса так это продолжаем все что пока показываю продолжаем в каких-то из делах визуальных я вам показала несколько рядочков вот так я еще придурялась сидел показывал да это я распустила потому что я уж не помню я что-то за кадром распускаю что-то в кадре первый раз у меня я хочу знаете свободный джемпирог простейший джемпирог пряжа альпака фирма от реко и фишечка здесь будет сама пряжа хотя в голубой я могу где-то сделать две вместе накид дырочки да где-то шишечки хотя их не очень люблю они мне не подходят к моей персоне крупно габаритной я просто знаю что мне нужна горловина который не схватывает шею да была малыш по фигуристи прям вот такой по себе где-то одно плечико ага лиц где-то второе размечталась уши помечтать не так так значит и я распускала соединяла в общем-то сначала у меня прям было строго по шее все хорошо но я так не ношу я вообще к этим горловином перехожу тань вообще-то отстань от горловин хотела сказать вот такую сделай какую-нибудь тепленькая толстенькая в общем из одной альпаки решила с горловиной с другой альпаки решился без горловины сейчас к ней мы дойдем именно с нее процесс пошел но не так пошел вот как надо идти и я так слабенько я прям понимаю что слабенько для одной шеи но тем не менее даже когда она сильно растянется может не растяните не знаю как это будет себя вести это то что надо я буду носить его половиночку и дальше пойдет у меня пока не знаю что пойдет мне один день идет круглая кокетка другой день идет как я люблю между любимым модели это один значит по типу кокон один значит хайверд но реглан сверху и третье круглая кокетка и дальше я вижу вот прямо понимаете на 33,3 вижу все три процента которые получатся из этой но я очень даже долго вязала эту горловину я никак не могла найти то количество петель еще даже еще не знаю то нашла и не то но в общем то пока не распускаем не надо убрать пока вяжем дальше вяжем дальше это тоже так знаете с переменным успехом а вот с открытой горловиной на глядя на эту футболку я себе захотела из другой альпаки вот такого цвета значит есть посылка от фирмы от река там я все показываю и даже у меня этот самый ролик есть с двумя альпаками чем они отличаются все это есть отдельный ролик совсем недавно в дело было вот это я буду распускать потому что я ошиблась в расчетах сколько раз я себе говорила убери я взяла образец как умненькая девочка рассчитала сантиметровой лентой как и что меня жизнь очень ничего не будет вот когда я на глазок я все вижу и ношу но стоит мне все это по образцу я набрала петель больше чем и даже уговора тайны после быть свободной пусть он будет болтать нет уговаривать себя в вязание и это знаете бежать от чего то что ты сделал неправильно это не мой путь но зато я поняла как я правильно все делаю значит я хочу этот джемпирог ну сегодня джемпирог завтра кардиган своеобразным вырезом и так уж мне этот цвет нравится и так уж нет цвет идет и вот вы знаете начала я на одних спицах четыре с половиной один моток закончился и вспомнил что у меня четыре с половиной единорожкина розовая розовая надо хотя здесь я наверное начну на пятерки вот почему-то на этой альпаки 4 ой извиняюсь это у меня к ответу на следующий вопрос вот на этой альпаки четыре с половиной то что надо а на этой альпаки просится чуть побольше спица под мои руки конечно же под мою плотность и я вы знаете что хочу сказать то ли моток другой как это зависит от спиц все-таки вряд ли при таком развороте это будет видно но может быть вот на одних спицах я вязала и у меня знаете порыхлее что ли это были нет про тоже четыре с половиной синенькие с серебряными кончиками и вот тут до этого места как будто кто-то поскольку я вязала какой-то там я не знаю расчетчика массажкой все эти петли помешку поднимал просыпаетесь делайте уделайтесь пухлее тут я стала вязать на единорожках странно обычно когда я на тот наоборот тонкие кончики перед у меня полотно плотни глажа вот тут вот как будто никто не трое или это как раз это совпадает не только со сменой спиц но со сменой мотка может быть это совершенно другой моточек я не могу сказать я просто по узелку смотрела что это как раз тот момент или действительно смена спиц я буду начинать заново на одних спицах я вот посмотрю это дело в матке линию матке у меня очень хорошо заметно что вы здесь порохлее здесь по глаже это может зависеть ярте умею одновременно сменить и моток и спицы я просто вспомнил у меня четыре спайна единорожки если бы я вязала в разные дни я бы сказала что здесь просто плотность человека разная у меня бывает такое даже сознание вот видно я не знаю как это будет тут вот я вязала порохлее тут я вижу о изнаночная какая красивая но в общем я набрала не то количество петель я буду распускать а уж расчетов то делала мне вся страница как умненькая как у настоящей мастерицы рисовала прибавки высчитывала у это страницу мне сейчас легче будет сейчас просто убавлю общее количество изначально стартовое количество петель вот а так то наверное все так же останется прям все по-взрослому сколько между прибавок чтобы сумма этих двух сторон равнялся изначальному количество петель ну плюс там если мы хотим чуть петь побольше я смотрю страницу думаю я что ли не я вообще не свойственно расчет все на глазу пошла и ладно но вот спасибо дорогой образец я сейчас все буду на глазу как на глазок вот у меня образец у меня сейчас образец образцовой здесь такая пряжа что мне не нужно ничего если даже еще синенькая подумала акцент на какой-то на рукавах сделать скажешь пряжку а вот а здесь я ничего ничего не собирать на здесь нужен просто вот простейший джемпер на который уже положила глаз племянница с голубыми джинсами ей надо оставить такой большой вот такой я хочу чтобы мне говорю мне большой ты-то там куда со своим 46 48 я пусть придет по мире просто на и сок себе сколько я выдержала не вязать никому сейчас начнется я-то четко знаю что здесь будет еще обработка резинкой что она тоже прибавит даже с учетом этого него а она сейчас скажем не надо никакой обработки мне вот так вот так вот оставь он даже без обработки же тоже надо это даже старт нужен был другой вот но вот это граника то еще не довязан надо еще довязывать ее она тут прям вот если она сейчас померять это вот язык и даже на бедрах не остановится и прям на пол с головы до полу не все это пройдет но увидела вот по ватсап я хочу 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 не знаю вот это я буду точно распускать а дальше себе применяется ли кому я не готова пока 5 это вот каждый шаг обсуждать жилетку носит надо еще что-то связать последний раз жилетчик потому что калякаемся с где так вот открою шкафчик скажу бери беречь ухо это я себе уже больно я хочу вот на распуск на распуск как подходят это мне ильверчик костанко дель балабушки вот этих подогнала ой красота как какие-то одни стоперы купил по моему маленькие в общем я заказала стоперы я сейчас всю правду расскажу это было давно а получаю две упаковки стоперов игру ильвир вас издаст он отдаст из подарок танюша вот какие-то я купил какой-то подарок или наоборот все потрясли вязанием то переходим на вопросы как вам из всех из моря процессов на роспуск только один это пока два матка связано это все ваши расчеты по образцу будь они неладны значит о чем я хочу сегодня поговорить татьяна не подводите ли вы в конце года некий итог я сначала подумал сколько связан сок не связано думаю сейчас кинуть отвечать что я каждый месяц подвожу это о пряже открытие года пряжа который понравился который хочется вязать снова и снова и разочарование будет пряжа который будешь никогда не возьмете в руки нет не подвожу не подвожу куда-то там себе на ум откладываю да разочарований года да хоть и года хоть и жизни у меня нет вы знаете разочарований в пряже наверное хватало но когда так вот подойдешь с умом к тому или к тому да и понимаешь что не пряжа виновата мы например мы но я говорю про себя про подругу мало что знали про эластан в мою бытность была синтетика она мягкая не колется монет поскрип вот монет не поскрип вот и шерсть это вот колючая едучая вонючая при стирке и вдруг кто-то дал что-то распустили понимаешь что что-то распустили нет хотя если распустили значит эластан уже побывал стир наверное не распустили наверное спас перемотали в общем такую пряжу нам было мягкой она хорошо держала он потом сообразили уже спустя год что там был эластан и мы связали и мы связали значит состав не знаем но мягенько тепленько резинку держит должен вот это все что мы знали о пряжи был тоже очень давно и по моему даже не стирая несколько раз на работу сходила моя подруга все так и было хорошо потом постирала уже у две дочери старшая младшая так вот даже старший вы знаете просто кто-то ведь обтягиваем мы носимся по-разному и я знаю что одну и ту же вещь да может прекрасно преподнести женщины 48 размера 58 размер модели разные не ко всем подать подходит но вот мне казалось на дочке неплохо но рукавочки были как-то коротковато так вообще по фигуре это не мое и все а вот младшая но это мне разница у них небольшая была очень счастлива что теперь джемпирог и и вот сейчас спустя года немножечко когда я стала вникать состава пряж и так далее я смогла предположить что там вот этот эластана которым мы знать не знали слепую вязали вы виноваты ли пряжа может чаровать должны на пряжу вот тоже мне а причем здесь пряжи причем здесь пряжи когда мы там берем шерсть сваливаем уваливаем поэтому я вам рассказывал прибыта в своем таком ну тоже очень условным разочарованием но мне не понравилось в той же самой пряжи дива но это же не пряжа виновата это мы не подружились и я не знаю как будет пройдя год для меня это пряжа тяжелая ведь я не владею крючком может быть а если за какие-то накидки большущие даже рыхлыми какими-то такими но большими сегментами какого-то ажура почему бы и нет но я ажур не очень уважаю и так как вещи у меня большого размера и дивы уходит туда много вещь получается тяжеленная так как я не вижу крючком а вижу спицами вот это пряжа она и по спице под крючок но крючком я больше даже приветствую что но я не ношу вот те вещи которые у девочки вяжут крючком я пока еще такой вещи не нашла может быть она где-то есть поэтому дело не в пряже дело то что он делал не в пряжи этом ярче раз пряжа я просто сделала вывод для себя что-то из девушки я вязать бы не хотел то же самое жемчужной как уж хвалили и и я прямо повелась никаких претензий никому я помню как получила премию пошла купила жемчужную просто для лета это прелесть и я не к то что я не довязала и отдала подруге она ведь носят до сих пор и спицами из дивы ты связанная джемпер сестра когда взяла разок поносить и потом таня еще подержу и я еще я даже не возражала грубери бери не возвращай такая радостная у нас огур мне холодно в этом джемпере кому то хорошо это именно мое отношение к пряже вы знаете у меня бывают удивления удивление как со знаком плюс так и со знаком минус вот мелькнула ниточка я иногда удивлю со знаком плюс например да для меня шерсть это что-то очень долгое время очень долгое время пока вот такое разнообразие пряжи передо мной не стал я вам уже показывал я все держу общаться его положила близких близехонько может быть я свяжу но я пока там еще переговоры ведем думки думаем вот это милана от швей торг заказывала как шерсть потому что процентная шерсть но когда она пришла может быть другие цвета я не знаю кто вязал из милана у вас как вот девочки кто вязал из милана вы удивлены внешним видом шерсти были или нет вот 7 этикетку и покажи что это я сказал что это хлопок это хлопок и не хочет я до сих пор удивляюсь до сих пор удивляюсь я отдала несколько мотков что-то одна у меня подружка вязала по моему кофточку детскую одна подружка зал пинетки кстати после стирки ты не видела но вот у меня есть удивление также удивление со знаком минус вот совсем недавно когда я вам показывала еще смоток не принесла убрала пряжу называется бархатный мохер изумительные ну изумительный цвет полотно мне зрительница написала мы как долго то после вот того состав я прочитал что татьян купила разочаровалась потому что поджог показал синтетику я не только оставила этот комментарий я еще закрепила свой личный комментарий под роликами что поджог данной пряжи вызывает сомнения в ее составе потому что мне кажется самый прекрасный состав был или самый натуральный из натуральнейших махер шерсть хлопок что ли я сейчас точно не помню есть отдельный ролик но вот знаете душа пела потому что там вот где-то 10 процентов анти пилинга где-то еще чего-то да а здесь было вот полностью натуральный состав и мне еще кстати вот я хочу поговорить татьяна вызывает уважение что вы не только не почищаете комментарии наставляйте свои это вот буквально я вчера получила вот роль вот девчонки а вот что их почищать если факт есть факт пусть мастерица сама решит закроет она это глаза или не закрой потому что полотно да это женщина зрительница который написал что татьяна расчаровалась синтетика поджог это показал претензий к тактильным вещам не имеет это 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 чудо это чудо но выбирая это чудо да нужно для себя знать вот этот нюанс а дальше уже решать вот например мне когда сейчас и племяшка просит крутить зато вязать не буду как показал поджог он так я уже себе в общем сижу с удовольствием буду носить про они себя навяжутся или нет вот мы есть все равно вы понимаете абсолютно все равно чем который не вяжет может быть еще что-то и тем более когда трогаешь там измисали даже когда я получил эту посылку это посылка пряжи из китая от реку возит по собственным брендам татьяна вот не вызывает вас сомнений состав а я груз китайской это только вот наслышано от норки больше то я пух норки тоже есть сторонники есть это больше гурья и знать ничего не знала это вы понимаете вы на тот момент перехода этого к комментарии я убрала пряжу вытащила потому что думаю по моему про норку я смотрела ролик кто-то поджог отдельно значит дополнительную ниточку норки кто-то поджог отдельно и ниточку основной норки и так что-то рассыпалась а что-то комковалась и думаю может быть зрительница моя все вместе подожгла а там я прекрасно помню даже в образце видно кое-где белее беленьки такие это отдельная белая ниточка думаю я где-то хоть рассыпульку то найду я взяла нитку и тоже подожгла вы знаете и отдельно белую я выбирала и вот эти зеленые оно все наконечник такой был ну вот когда говорим о синтетике шарик балабушкин про запах я ничего сказать не могу у меня после всем известные болезни запахами происходит невероятное что-то все горит они все кофе больше различать пришло это сколько лет было и я действительно может быть прошло недели три стал потихонечку кофе и запахи и цветы месяц вот флокс с огромным удовольствием это все вот ну слышу я запахи а что касается перевороты запахов у меня так и остались я не могу есть свою любимую саранскую сметану она моя любимейшая для меня просто вот лучшего пирожного нет если на хлеб там намазать сметану посыпать сахарком для меня лучший пирожный я вкус к это ощущаю еще так смотрю как люди едят я одному сказал знакомому как-то саранская сметана наша прям испортилась из-за какой-то непонимание в глаза подруги как ты ее ешь вот эти добавляешь она вообще их стал другой почему-то именно саранская другие сметанами как сметана я не знаю как и вообще это объяснить она критая как была вкусняшкой так и осталась вкусняшкой и до меня немножко доходят что это делает они в сметане и еще до меня дошло когда я сейчас перестал я не могу переваривать этого аромата когда жарю лук с морковью раньше спокойненько поджарочек она есть поджарочка да кто там как грибы варится не любит еще что ну что-то нравится что-то не нравится на переношу я спокойно я не могу я не за на балконе висю пока там какой-то пожарки теперь я выхожу из положения я сразу него там огненную луковичку на морковку для именно конкретно супца решения нет я стал если же за это решаюсь я сразу несколько луковиц несколько моркови там все это вот немножечко припускаю когда обжарю когда пассирую в мешочке все закладываю и в морозильник чтобы хотя бы как-то еще раза два раза три не переварить это поэтому я запах не могу вам сказать я вот так вот отвлеклась возвращаясь но действительно и белые ниточки зелененько они цветная скажем балабушками кто-то китайцы превзошли себя в создании искусственных может быть это искусственно я не знаю я не знаю но вот факт то что бархатный махер и я говорю еще один ролик снимать я для этого не буду но комментарии подписала а боятся ли еще что-то знаете и если я с магазином связываюсь каким-то это значит может там плюсов миллион быть минусов миллион магазине но это значит только одно что магазин не диктовал вот вам товар а вы уж пожалуйста расхваливайте расхвалить расхвалить нет это сразу свое мнение свою точку зрения да скажу и нести этого массы поэтому я была очень удивлена комментарием татьяна ярче ровная синтетика подожгла синтетика и как вот это бывает так трогаешь ну про синтетика но как это можно синтетику а вот так вот по ощущениям это именно то что заявлено опять не помню шерсть мохер и хлопок что ли я уж больно обрадовалась хлопку еще люблю хлопок шерстью но выбирая это уже нужно знать может какие правда искусственно созданные не знаю не знаю вот поэтому разочаровываться в пряже вот иногда неприятно удивляет и также очаровываться в пряже у я сейчас только наверное безудержно очаровываться тоже хочется да как бы ты не очаровываться пряжей хочется попробовать что-то еще новое поэтому я вот подписала прекрасная пряжа но это нужно говорить плох тот магазин который бежит от отрицательных комментариев зрителей у такого магазина нет будущего а вот только магазин который прислушивается я вообще не понимаете магазины которые плохое мнение покупателя до прикрывает лопушку можно радужки можно вам уже три потом все если ты хочешь двигаться вперед если ты хочешь двигаться наоборот слушай да может один голос какой-то раствориться это ну одному там что-то не понравилось но если ты несколько людей говорят об одном и том же да поэтому как нужно прислушиваться это нужно или с производителем как-то решать вопрос да или исключать вообще сорт сантимент эту пряжу или что ты делаешь чтобы она была более лучше мне кажется уважающий себя магазин именно так поступает поэтому никаких диктовок чтобы говорить только самое хорошее этого не было когда на хорошо хорошо я после этого сразу пошла подожгла вот это начала пряжу вот здесь и я ничего не могу сказать вот именно в этом составе как сказать жгло 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 и вот это вот растворилась все здесь действительно очень приятно удивил очень приятно делал я уже вы знаете просто на последний как-то она дешевенько то есть вот маточки как воробушки этом бамбук с хлопком 70 хлопок 30 бамбук я его как бы взяла вот ну просто так но мне это образец понравился больше всего нет образец понравился больше всего я подумываю о маечке к следующему году и особых ставок то не делала очень мне стало интересно про этот маслянистость этого бархатного хлопка подожгла здесь вообще вот девочка поджигал тоже хочется мнение узнать вот обычно горит горит и остается либо лобушка да или что-то что растворяется в руках у меня вот этот хлопкой все будет может антипиль вот этот уже прямо под вопросом ставишь эту мысленистость у меня ниточка исчезает например такой исчезает а за ней не остается как будто я не знаю куда ты не было бушечки не не что можно потрогать и обугленность вот какого-то там миллиметров пять обугленность этой нитки так трогаешь на концах все равно маленькие маленькие шеверюшки может быть этот самый антипеленку в этом что ли вот знаете я уже я никогда не поджигал запах опять грузкать не могу я ничегошеньки не чувствую раньше я почему поджигал то что горит стоит потом на полдня у я и гарри не чувствую к куратор не горим я говорю не я не горим а куратор курьер он говорит все порядке нет значит что-то там пахнет чем-то хорошо поэтому пишите свои комментарии я нет не просто с огромным удовольствием их оставляю это мнение это глаз я вот не подожиг где я не расчурмировалась бы в этом бархат на махере совершенно так что вот удивлена неприятненько я зная это да не знаю что там искусство какие я все равно себе сижу то что невероятно тактильные ощущения не это нравится не это нравится и от племянница глаз положила ящика и по-честному так и так здесь она нет совершенно без разницы я считаю подумал бы мне тактильно нравится я об этом и говорила в ролике так а тут вопрос следующий не про вязание давно он мы уже вышли давайте все невязальные вопросы я соберу в другой здесь уже про кухню пошли про крупы и так далее я соберу другой ролик а сегодня мы отлично поговорили про вязание я благодарю вас за вопросы я благодарю вас за комментарии за вашу обратную связь это очень дорого и ценно в общем то видите с погодой с приходом осени у меня процесс пошел не хочу даже отрицать чтобы меня все равно тянет вязать что-то не думая не думая не думая вот прям на волне желаний рассчитала и все пойдет в моточки но без этого никак без этого никак я с огромным удовольствием начну заново и приду к логическому завершению кардиган мне кажется так будет наверно день наберу петли на спицы второй день пробежу я не могу вязать где детали для чего я ну нет ну надо же для разнообразия ношу то я не с меньшим даже может нет не с большим и не с меньшим просто ношу с огромным удовольствием то что связано деталями и кардиганчик интересный и кстати я еще послезавтра схожу за пуговичками к нему может мне когда у меня лежат когда в корзинке пуговица у меня пока только спицы моточки когда я в корзинку пуговица положу мне кажется процесс пойдет вот я пойду там где деревянные но должны быть во всяком случае нет так нет ничего страшного потихоньку полегоньку нету сейчас такого вот взяться довязать этого нет этого нет на вязание время уменьшается но без него никак вязание то душно вязание это чудо чудесное поэтому будем встречаться пусть даже мелким продвижениями но за эти два дня я прям как-то мне хочется и горловину мне хочется розовый начать а если бы сейчас я вышел на финишную прямую я бы забросил все вот если бы я сейчас не ошиблась в количестве петель да а вышел то опыта мне кажется все пледы все я бы пошла 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 а дальше поэтому но я знаю что есть что носить вязаных вещей очень много носить не переносить и как-то такого же такой жажда вот довязать нет ну вот вязать и и и и наслаждаться есть и конечно же повод встретиться с вами но нам не обязательно до вязание чтобы встречаться что ж на этом я говорю наши традиционные огромное спасибо за внимание мой добрый зритель и до новых встреч они обязательно будут